Всем привет! А мы с Кириллкой едем маленькое путешествие и обо всем вам расскажем и покажем. Он Михайлович стоит, провожает нас до автовокзала. Остается один дома. Мы идем к ЖД вокзалу города Бийск, уездный город. Это Кириллка. А это я. Ой, автобус едет. Иди-ка сюда, Кириллка. А то задавит. Наш поезд уже подали, уже даже посадку объявили. Сейчас идем. Идем, идем. Мы уже торопимся на посадку. Одни мы остались, Кириллка. Скорей! Иди, иди, иди. Чайник. Электрический. Давай, шустренько, иди, иди, иди. Получи мне того, мы его. Последние купе наши. Вот это? Вот это. Ну как? Нравится? Классно. А правильно у меня свой рюкзачок. Сейчас мы с тобой. Я просто дома не выходим. Мы с Кириллкой, уезжая из дома, посмотрели наши вот нижние места. Вот это, 29-е и 31-е. И мы по электронке посмотрели, вот эти места заняты или нет. Та-да-да-дам! Мы едем одни. До Саваного 7-е. Скорее всего, если их еще не купили. Если кто-то срочно не купит билетики. Да, сейчас душновато, но я думаю, что поедем будет хорошо. Угу. Смотри, какая сеточка. Кириллка у нас давно-давно-давно не ездил. Да? Мы с ним ездили. И, кстати, у нас с ним самая длинная была поездка. Это мы ездили на Дальний Восток, на Владивосток, на поезде номер 1. Кириллке тогда было 3 года всего. И я взяла отца. Анна Михайлович купил 7 билетов. Отца своего, Кириллку маленького, потому что его не с кем было оставить. И поехали мы в такое дальнее путешествие до Владивостока и обратно. С заездом к родственникам. У нас весь Дальний Восток, это наши родственники. И вот Кириллка теперь вот такой подарок судьбы, да, Кириллка? Нас деда отправил в маленькое путешествие. Мы едем к моему папке, к отцу. Поздравляю вас с днем рождения. Да. 77 лет. Правда, праздник не только у него, и у нас тоже. Ну да, у нас точно праздник, да? Ну все, снимай кепку, раздевайся. Ага. Расчехляйся. Я люблю. Все. Маши всем рукой. Саши. А мне все равно, что я никого тут не знаю, я все равно буду махать. Вон паровозик стоит, памятник. Мы там с тобой фотографировались, помнишь, паровозик? Да, помню. Давно это было. Кириллка такой счастливый. Все время улыбается, что он едет в поезде, да, же, Кириллка? Да. Вот это вот это вот. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Нравится тебе чу-чу-чу-чу-чу? Да. Читает, сидит. Тычет в книжку пальчик. А я смотрю на закат. Красота. Главное не капать. А погода разгуливается, Кириллка. Неужели наши планы завтра сбудутся? Возможно, да. Да. Мы уже чаек купили. О, пирамидку как сложили. Домик. Чаек купили, сейчас будем кушать. У нас в репертуаре яйца, огурцы, тут печеньки. Чай. А на утро вот так вот будут печеньки и вафельки с чаем. Да. Едем, едем. И солнышко такое красивое. Какой закат. Солнце. 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 Харьков. Приглача. Видите, как лодка грубачит на ружике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова всем привет привет вы уже поняли что мы дома уже приехали до нас не было три с половиной дня а что хотела сказать вот предыдущие кадры да там где мы ехали по заливу по берскому вернее мимо залива да у нас кириллкой были планы грандиозные именно накупаться по загорать на берегу моря обскова но не получилось так как берске случилось как раз именно в это время чп там что-то канализации какая-то что-то вылилось в общем все пляжи были закрыты и все и мы на море не попали и поэтому мы пошли просто вечером в кафешку поесть вот такие дела завтра обязательно смотрите следующую часть она будет очень-очень веселая сейчас смотрела эти пробные ролики вернее просматривала что она снимала у хохотали с михалычем ну ладно всем пока пока смотрите дальше